Старо-Щербиновская. Станица в Краснодарском крае. Административный центр Щербиновского района. Образует Старо-Щербиновское сельское поселение и является его административным центром. Старо-Щербиновская, самая северная из станиц края, расположена в низовьях реки Ея, в 33 километрах к востоку от города Ейск. Действует железнодорожная станция на ветке Ейск-Староминская. В 1794 году основано Куренное селение Щербиновское, одно из первых сорока селений черноморских казаков на Кубани. Место для расселения было выбрано у стратегически важного исторического черного брода – Гати-переправы в устье Еи, где ранее существовало Ногайское укрепление. В 1801 году население Куреня составляло 1789 жителей, имелось 9 витряных мельниц. В 1809 по 1811 годах в Курень были переселены 2178 переселенцев из Полтавской и Черниговской губернии. В 1821 по 1822 годы были дополнительно переселены казаки-малороссы. Численность дворов в Щербиновском Курене увеличивалась с 588 до 774. В 1821 году Куренное селение стало именоваться Старощербиновским в связи с образованием Новощербиновского. К середине XIX века в станице имелось 840 домов и 84 хутора. Казаков 4127 человек, при них 49 душ крепостных и дворовых, а также 139 иногородних. Три кирпичных завода. Станица входила в Ейский отдел Кубанской области. Во время Первой мировой войны в станице 3556 дворов, 15 тысяч казаков и 2122 иногородних. Площадь юрта 52 624 десятин, в том числе пахотной земли 39 519 десятин. В начале прошлого столетия установлена советская власть. В дальнейшем построена дизельная электростанция и организованы первые колхозы. Крайне тяжело пережила станица Голуб 1932-1933 годов, когда население сократилось с 22 тысяч до 5 тысяч. Ужасающими были последствия и борьбы с фашизмом при Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс – знак вечной благодарности доблестным воинам, отдавшим свою жизнь за наше мирное небо. Трагические события не обошли станицу. С августа 1942 по февраль 1943 года станица Старощербиновская была оккупирована немцами. Мемориал на братской могиле расстрелянных мирных жителей станицы Старощербиновской и граждан других районов, областей, расстрелянных немцами в период оккупации района с 1942 по 1943 годы. В один из дней жители станицы, которые попали в черный список, а их было 200 человек, выгнали на центральную площадь и погнали за станицу. В этот список попали женщины, мужчины, дети разных возрастов, среди которых были и грудные. За станицей над ними издевались, били прикладами автоматов, затем заживо закопали в большой яме. На месте этих зверских событий в 1945 году был построен памятный знак. Сам памятный знак выполнен из железа, которое окрашено краской, вокруг мемориал осыпан мелкими камнями. Каждый год на все памятные даты к мемориалу возлагаются живые цветы. Около 400 мирных жителей расстреляли при оккупации Щербиновского района. Многие погибли на фронте в ожесточенной борьбе с неприятелем. Станица гордится своими земляками, сражавшимися с фашизмом. Некоторые из них были удостоены наград за особые отличия на государственном уровне. Жители района отличились особым мужеством во время оккупации. В станице Старощербиновское действовала подпольная организация, в которую входили учительницы школы номер 3 Екатерина Гришко и ее сын Аркадий, которому в 1943 году исполнилось только 17 лет. Перед отступлением Красной Армии в районе был создан Щербиновский партизанский отряд, состоявший из 65 человек. В составе отряда воевал начальник Щербиновской милиции Анатолий Герман. Партизанский отряд дислоцировался в Гастагаевских лесах у Крымска. Действия этих людей спасли жизни 2000 жителей станицы Старощербиновской, занесенных в черный список. Всего на защиту Родины на фронт ушло более 6000 щербиновцев. Более 2500 погибли, около 3000 считаются пропавшими без вести. Станицы остались в хорошем состоянии полтора десятка домов, принадлежавших семьям зажиточных воинов-казаков, появившихся в конце XIX – начале XX века. Они неизменно привлекают внимание и являются памятниками архитектуры. В центре Старощербиновской курортники встретят памятный знак, установленный в честь казаков, стоявших у истоков основания станицы. К его созданию приложила руку группа энтузиастов, даже был объявлен конкурс, выбравший лучший проект будущего объекта. В итоге открытие достопримечательности состоялось в 1992 году, когда сельчане праздновали 200-летие своего населенного пункта. Скульптура удачно вписалась в центр. Здесь на площади часто проходят районные праздники, любят бывать земляки, под ножью памятника приносят цветы, фотографируются, фигура казака привлекает гостей станицы. Памятник полюбился людям, отчего кажется холодный камень, наполнился теплом, а самое главное уже сыграл огромную роль в расставлении правильных исторических приоритетов. Соприкоснуться с прошлым краем также можно, посетив местный историко-краеведческий музей. Его основали в 1961 году благодаря усилиям Марии Пастернак, учительницы истории. Изначально тут функционировало всего два выставочных стенда. Но инициативные жители поселка с удовольствием пополнили базу экспонатов. Они приносили предметы кубанского быта, старинные фотографии, одежду, которую носили их предки. Благодаря этому музей ширился и в 1985 году переместился в стены здания, которое само по себе является экскурсионным объектом. Оно появилось в 1912 году и было собственностью зажиточного казака. Сам по себе дом красивый и заслуживает особого внимания. Усилиями сотрудников и горожан собраны удивительные коллекции. Что-то ранее являлось частью быта предков тех, кто проживает здесь. Отдельные экспонаты обнаружены при проведении раскопок. Весной 2008 года здесь открыт еще один экскурсионный объект, наполненный историческим мотивом. Это бюст Алексея Даниловича Бескровного, генерал-майора наказного атамана Черноморского полка. Бравый молодец с ранних лет приступил к службе. Во время сражений с Наполеоном проявил мужество и отвагу. Благодаря достижениям на полях боя получил звание полковника, а впоследствии стал командиром доблестного Черноморского казачьего войска. О его подвигах слагают легенды и им гордятся станичники. Приезжие посещают этот памятник, прогуливаясь по станице, а молодожены приносят к нему цветы. Известные люди станицы Старощербиновской. Арчаков Павел Ильич, советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы. Жвавый Николай Федорович, доктор медицинских наук, профессор, ректор Тюменского государственного медицинского института. Колесников Петр Андреевич, российский историк, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Короленко Григорий Федотович, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Лепедевский Анатолий Васильевич, советский летчик, генерал-майор авиации, первый герой Советского Союза, 1934 года. Проживал в станице Старощербиновской с 1917 по 1925 годы. На 2019 год в станице проживает 16 906 человек. Большая часть населения станицы русские, 94,9%. Я тебя говорила, да, просто, ребята?